2 июня в Италии праздник, День Республики. Обычно итальянцы проводят этот праздник с размахом, но не в этом году. В этом году было все скромно. Утром президент страны под звуки итальянского гимна возложил венки к могиле неизвестного солдата на площади Венеции. В этот момент возложения венков над алтарем Отечества пронеслись истребители, распыляющие трехцветный дым, образующий в небе шлейф в виде флага Италии. И все. Парада в этом году не было. Кверинальские сады тоже в этом году не были открыты. На Пьяце Дель Пополо, площади народов, первый митинг после долгого перерыва. Итальянцы, они любят проводить митинги. Все время отстаивают свои права. Этот митинг должен был быть чисто символическим. Должно было собраться не более 300 человек. Но потом обычный митинг перерос в демонстрацию без правил. Итальянцы, они любятrom, по различным митингом. Итальянцы, они любят, именно с тем, что живут. Я же решила с площади выйти на улицы Бабуины. А затем свернуть на улицу Маргутта. Вот так можно спрятаться от шума. Эта улица очень тихая. И если вы устали от шума и не хотите идти в толпе людей, то можете свернуть на Виа Маргутта. Она проходит параллельно Виа-дель-Бабуину. Со времен Средневековья и до наших дней Виа Маргутта остается в тени своей соседней улицы Виа-дель-Бабуину. На этой улице селились ремесленники. Здесь открывали мастерские. Потом ее облагородили. И с тех пор она хоть и остается скромной и немноголюдной, но всегда приятно здесь прогуляться, почитать таблички, порассматривать скульптуры. Здесь особый колорит, потому что это место любят люди искусства. На уютной улочке Маргутта в разное время проживали известные люди. Среди них был режиссер Федерико Феллини. На его доме и сейчас есть мемориальная табличка. А в его любимом кафе Астерия Маргутта сохранился стул и столик у окна, где мастер любил обедать со своей женой. Также здесь жила актриса Анна Маньяни, которую очень любят итальянцы. На улице Маргутта нет никаких ярких достопримечательностей, но есть другое – атмосфера старого города с его неспешностью. Здесь нет грандиозных развалин, но есть увитые плющом стены, маленькие кафе со столиками под навесами и мастерские художников. Есть две версии происхождения названия этой улицы. Одна из них гласит, что Маргутта – это видоизмененное название грязного ручья, который стекал с холма Пинчо, а потом попадал в сток античной канализации Глуака Максима. Вторая же версия, как говорит одна из городских легенд. Когда-то на этой улице жил цирюльник Джованни Маргутте, человек с очень плохой репутацией. Несмотря на это, он запомнился римлянам настолько, что в честь его могли назвать эту улицу – Вия Маргутта. На этой замечательной улице есть свой фонтан – фонтан искусств. Смотрели фильм «Римские каникулы»? Ведь именно на этой улице жил главный герой фильма – красавчик Джо Брэдли. Если кто-то из вас понимает итальянский язык, послушайте песню Лука Барбаросса – «Вия Маргутта». Давайте сегодня просто прогуляемся по пустым улицам Рима. Видео сегодня будет небольшое, прогулочное. Город, которому почти 2800 лет, я округлила, не может быть застроен по единому плану. Он обрастал жилыми домами, общественными зданиями, церквями. Использовали каждый кусочек свободного места для строительства. В Риме более старинные улицы – узкие и кривые. Более современные – широкие и прямые. Так что теперь, проходя по улицам Вечного города, вы с легкостью сможете определить, в какое время была проложена эта улица. Продолжение следует... Улица Кондотти – одна из самых известных римских улиц. Именно здесь располагается большинство роскошных бутиков одежды. А между тем, название улицы переводится как «Водопроводная». Улица Кондотти – одна из самых известных римских улиц. Гуляю, перехожу с одной улицы на другую. Улица Кондотти – одна из самых известных римских улиц. «Водопроводная». Теперь открыли магазины, где продают только маски. Спасибо. Спасибо. Я вчера билет на выставку Рафаэля купила. Через неделю пойду. Если разрешат снимать, обязательно сниму для вас видео. А здесь находится дворец-колонна, который открывают для посещения только по субботам. Давайте посмотрим. Если в следующий раз, вам придется вытащить их в комментариях. Я 오늘은 две недели. Такой шеф отец. Такой шеф отец. Такой шеф отец. В субботи. Вам пустота. Скорщина подавать. Ваш effectively спирать. Продолжение следует... Продолжение следует... Самая дерзкая улица Фори Империали – улица императорских форумов. Она проложена по самой сердцевине императорского Рима. Императорские форумы в наше время находятся с правой и с левой стороны под поверхностью широкой улицы, которую проложил Муссолини в 1932 году. Какую-то часть от форумов мы видим, а многое осталось под широкой улицей. Форумы, которые сейчас находятся на 5-6-метровой глубине, строились во время правления императоров, чтобы приумножить славу и возвеличить свои достоинства. Императоры соревновались друг с другом в роскоши, художественном вкусе и архитектуре. У каждого из этих форумов своя интересная история, о которой надо говорить отдельно. А я в своем видео хочу передать вам атмосферу, которая царит сейчас в Вечном Городе. А это самая маленькая очередь в Колизей, которую я только видела. До новых видео, друзья! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»